Почти половина россиян верит во всевозможные денежные приметы и следует им, и это выяснилось в ходе исследования, которое провел сервис Работа.ру. Какие же приметы, связанные с деньгами, оказались самыми почитаемыми в нашей стране? Давайте выяснять. Самыми популярными оказалось убеждение не свистеть в помещении, его соблюдают более половины опрошенных. Далее следует поверье не выносить мусор вечером. Многие уверены также, что нельзя дарить пустой кошелек. В списке популярных примет также убеждение, что нельзя считать чужие деньги, а еще многие не пересчитывают деньги вечером. Каждый четвертый не ставит сумку на пол, и это еще не весь список распространенных денежных примет и поверьей. Есть нельзя передавать купюры из рук в руки, тратить деньги с зарплаты в день ее получения. Каждый пятый не дает деньги в долг, а каждый десятый хранит одну крупную купюру целый год, чтобы привлечь деньги и богатство. Получается хоть одна примета без частицы не из запретов. Ну а кстати, многие считают, что мало просто следовать приметам. Почти треть таких людей также имеет различные обереги или статуэтки, которые приносят богатство и деньги. Все это, конечно, здорово и имеет право на жизнь, почему бы и нет, но кроме соблюдения примет, неплохо было бы заручиться и хотя бы базовыми финансовыми знаниями, проанализировать доходы, расходы, научиться вести семейный бюджет и планировать свое финансовое поведение. Это актуально всегда и уж тем более во времена экономической нестабильности и неопределенности. Как организовать свою домашнюю бухгалтерию? За советами и мотивацией мы обратились к профессионалу в студии Михаил Бури, кандидат экономических наук, доцент, директор Института социально-политических нефтологий и коммуникаций Тихоокеанского госуниверситета. Михаил Владимирович, здравствуйте. Михаил Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Вот скажи мне, какие ты соблюдаешь финансовые приметы? Исключительно те, которые работают. Дело в том, что все абсолютно финансовые приметы можно поделить на те, где люди перекладывают с себя ответственность на высшие силы. Да, это не потому денег нет, что я нигде полгода не работаю, на диване лежу, а потому что я месяцу фигушку не показал. Если бы показа была в другое дело. Но возьмем, например, другие приметы. Пустой кошелек. Это абсолютно работающая примета, потому что если кошелек постоянно пуст, значит мы тратим больше, чем получаем. Или, например, самая популярная примета – не свистеть в помещении. Она пришла из циркового, из театрального искусства. И если владелец цирка или театральной труппы видел, слышал, что артисты ходят на свистовые, значит это означает безразличие к представлению или спектаклю. Следовательно, их надо наказывать, причем в первую очередь рублем. Или еще одна популярная пословица, она сейчас шла с роботами-пылесосами. Два веника в доме, это к беде, мол, деньги выметут. А ведь объясняется очень просто. Дублирующий ненужный предмет, лишние траты, значит меньше совокупной остатки, поэтому примета работает. Стоп! То есть то, что я показываю на молодой месяц, вот так, купюры и проговариваю там определенные слова, это не работает, хотите сказать? Если в этот момент вас показывают по программе «Утро с губернией, Иван», тогда как бы это представление засчитывается как заработка. Понятно. Ну, если все-таки кто-то из наших зрителей сейчас решил, все, надо вести семейный бюджет, с чего начинаем? Начинаем с одного вопроса и немножко теории. Вопрос звучит так. Зачем? Потому что нужно вести семейный бюджет, чтобы меньше тратить. Можно вести семейный бюджет для того, чтобы оставалось больше запасов. Можно потому, что все так делают. Можно потому, что хотим накопить на какую-то большую покупку или на летний отпуск. Это одновекторные цели, но не совпадающие полностью. Ну и неплохо бы чуть-чуть посмотреть теорию благоисточников сегодня много и узнать, что у семейного бюджета, как и у любого бюджета другого, есть доходы, есть расходы и есть сбережения. Так, и как мы их посчитываем, как мы выясняем доходы, расходы? Скрупулезно. Причем многие делают ошибку, начиная с расчета расходов, забывая про то, что доходы гораздо важнее. Мы берем все источники, всех доходов, мы смотрим все это дело в динамике, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно. Получаем ту сумму поступления, которая у нас плюс-минус более-менее появляется. Мы смотрим на расходы, выделяем из них обязательные, например, платеж за квартиру или за пользование кредитом. Выделяем те, которые, что называется, личные расходы, для того, чтобы сама пошла и потратила, потому что я сегодня так захотела. Выделяем подушечку безопасности. То есть мы это фиксируем прям, ну то есть не в голове где-то держим, но плюс-минус так, все прописываем, либо печатаем, или как. Прилепилась ли я не в искусственном скачании скачать? Именно так. Есть старый классический подход, тетрадка, на которой можно ввести свои доходы-расходы. Можно сделать простую экселевскую таблицу, можно воспользоваться мобильными приложениями или компьютерными программами, которых сегодня огромное количество, они бесплатные. Более того, тренд в последних двух-трех лет российские банки финансовой организации начали переходить к тому, чтобы уже в своих банковских приложениях встраивать простейшую домашнюю бухгалтерию. То есть достаточно скоро, я думаю, это будет автоматизированный процесс при условии, что мы полностью рассчитываемся по безналичному рассчитанию. Но, по крайней мере, в банковских приложениях в большинстве можно сегодня зайти в статистику и посмотреть, на что тратишь больше всего денег. Ой, то лучше не заходить на самом деле. Такие там сумки-то страшно. Ну вот, значит, мы вот посмотрели. Получаем мы столько, тратим мы столько. Что мы делаем дальше? Ну то есть нужно ли, вот мы получаем столько, обязательно нужно вот отложить вот такой процент на то, чтобы было. Или вот какой дальнейший? Как правильно экономить? Для начала надо запомнить, что экономия ради экономии ничего, кроме боли и горя, не создает. Многие семьи выходят, что называется, на нейтральный уровень, считают его вполне достаточно. То есть сколько получили, столько потратили? Да, без той самой подушки, но уверен в своем будущем или жизни одним днем. На самом деле ситуация очень простая. Если не можете значительно повлиять на доходы, а на них можно повлиять, есть дополнительные способы, значит, начинаем влиять на расходы. В первую очередь, сокращая их так, чтобы мы сами этого не почувствовали. Замечательный старый закон 5%, который гласит, что если 5% минералки не долить в бутылочку, этого мы не заметим. 5% расхода на походы в рестораны ежегодные можно сократить. Можно и нужно, я к этому всегда призываю, истинно не тускнеет, составлять список перед тем, как заниматься покупками. И замечательная область – вредные привычки. Мы бросаем вредные привычки и видим, как наши деньги, не все, Иван, не все, части. И видим, как наши деньги начинают экономиться. Ни в коем случае, ни в коем случае не экономим на здоровье, на питании и на детях. Ну вот, кстати, как раз-таки вот, когда слышишь, мы экономим, и сразу как-то грустно нам становится. Да, 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 да. В лишениях живущих, аскетов. То есть тут же, наверное, если сильно вот обрубить все радости жизни, наверное, и сорваться можно проще? Любой студент Тихоокеанского госуниверситета знает, что потребности безграничны, а вот наши ресурсы и доходы ограничены. Поэтому, как правильно сказал Иван, в банковском ли приложении, в тетрадке той самой, мы смотрим на самые большие, самые значительные категории расходов и начинаем воевать именно с ними. Условно, чашка кофе погоды не сделает. А вот привычка ездить на такси только потому, что пошел дождь, требует либо пересмотра своего поведения, либо мысли о том, что пора бы, наверное, все-таки приобрести собственный автомобиль. Вот, кстати, про покупки. И тем самым так. Про покупки. Вот, может быть, сейчас какое-то есть, можно сделать разумное вложение, допустим, в покупку техники, в покупку автомобиля того же. Или вообще инвестиции, может быть, совершить? Куда-то вложить деньги? Так, инвестиции отдельно, покупки отдельно. Вначале отвечаем на женский опыт. Да, давайте, справедливо. Значит, чего не нужно делать, это вкладывать в продукты питания. Не надо мешка риса, не надо 10 коробок с сахаром. Можно посмотреть на те продукты, которые, что называется, подорожают в ближайшее время. Например, если у вас все равно стоит пустая морозилка, а вы большую любите клубники, заморозьте, пока она есть, да? Огурцы некоторые любят, соленья, помидоры и так далее, да? Но в целом максимум чай-кофе. Если вы любите определенные сорта, понятное дело, что к зиме ценник несколько поднимется на них, можно вот любимого кофе на полочку себе положить, чтобы на полгода хватило. Все остальные траты сосредоточены все-таки на долгосрочных непродовольственных товарах. Автомобили, техника, особенно глядя на то, как меняются курсы валюты той страны, которая ее производит. Вот здесь можно немножко выиграть. Отвечая второй вопрос. Да, женский вопрос, мужской вопрос, да. Инвестиции, вклады, деньги, проценты. Надо ли? Здесь надо. Но здесь надо помнить, что существуют уровни риска. И старое-старое экономическое правило, чем больше ты рискуешь, тем потенциально ты больше выигрываешь. И наоборот, чем больше выигрыш ты хочешь, тем больше риска, оно продолжает работать. Если брать на сегодня, на август 2022 года, можно нулевой уровень, это сбережение, причем не вложенный совсем никуда, закопанная банка на дачу. Понятное дело, что инфляция потихонечку разъедает эту сумму, это отрицательный рост, но это тоже привычное нормальное поведение. Есть низкий уровень риска. На сегодня к ним можно отнести, это, во-первых, облигации федерального займа, это банковские депозиты, несмотря на то, что цена их с весны несколько снизилась, процент по-прежнему приязан, можно им воспользоваться. Ну и с некоторой натяжкой это недвижимость, в первую очередь не коммерческая, а, что называется, жилая. К группе умеренного риска сегодня можно отнести акции российских компаний, потому что они платят, но, как показывают, опять же, события недавних дней, платят все-таки не всегда. В эту же группу относятся драгоценные металлы, ну и, наконец, есть высокий риск, связанный, например, с акциями иностранных компаний, потому что здесь уж слишком высокая неопределенность будущего, и такими вещами, как, например, коллекционные монеты. Это отдельный, очень сложный рынок, и без специальных знаний соваться туда попросту не надо. В общем, берем, значит, тетрадочку сегодня вечером, садимся всей семьей, подсчитываем. Тем более, вот сейчас же, на самом деле, так просто, в СЕО можно зайти в банковские приложения. Это ведь я называла старообрядский и новообрядский, как бы, способ. Да, главное, чтобы работало. Главное, чтобы это приносило пользу семье, и самое главное, чтобы инвестиции, о которых спрашиваю вам, в первую очередь были направлены на человека. Все, что связано с вашим здоровьем психологическим, физиологическим, все, что связано с новыми навыками, с образованием, с умениями, обязательно принесет пользу. Михаил Владимирович, а можно мы вас еще пригласим в гости, но на тему инвестиций отдельно? Ой, ой, ой. Ну, просто, просто, как бы, если вы не против, конечно. Я был уверен, что массу вопросов вызовут дополнительные доходы, но можно я с удовольствием расскажу про одно и то? Про доходы будет тоже важно говорить, кстати. Главный совет Михаил Владимирович, который я помню из предыдущих наших интервью по поводу инвестиций, никогда не инвестируйте кредитные деньги. Вот это вот очень важно понимать. Ну, любые заемные. У нас в гостях был Михаил Бурик, кандидат экономических наук, доцент, директор Института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского госуниверситета.